Как Александра Датская прошла путь от жизни в пыльном чердаке до роскошной жизни в Букингемском дворце? Александра Датская пережила удивительное превращение из бедной принцессы в королевскую особу, обитающую в роскоши. Однако, возможно, она была самой несчастной иконой моды всех времен. К концу ее правления ее некогда легендарная красота превратилась в ужас, но это было лишь начало ее мучительного падения. Как вы увидите, из-за странных обстоятельств датская королева-консорт вызвала в Лондоне пандемию хромоты. Несмотря на изменения в ее судьбе и нарядах, трагедии преследовали ее одну за другой. Александра Датская, или Алекс, как называли ее родные, родилась в 1844 году в Дании. В ранние годы она и ее пятеро братьев и сестер не привлекали особого внимания. Их семья жила скромно, но достойно. Однако вскоре все изменилось. Хотя в детстве Александра не знала роскоши, ее сказки на ночь были поистине волшебными. Знаменитый датский писатель Ханс Кристиан Андерсон лично читал свои произведения Александре и ее братьям и сестрам в дворце. Это тот самый человек, который написал «Русалочку», «Гадкого утенка» и «Дюймовочку». Но даже наличие всемирно известного писателя в качестве сказочника не улучшило их спальню. Это был холодный чердак, который Александра делила с сестрой Дагмар. Бедная принцесса была настолько нищей, что ей приходилось заниматься немыслимым, работать, чтобы выжить. Представьте себе официантку в запачканном фартуке с растрепанными волосами и диодемой на голове. Даже с работой Александра не могла позволить себе последние модные наряды, поэтому она шила свою одежду сама. Однако вскоре она стала законодателем моды. В 1852 году политический кризис в Дании неожиданно сделал ее отца следующим претендентом на трон. В одно мгновение Александра и ее семья поднялись с самого дна на самый верх. Внезапно она и ее сестры стали важными королевскими особами Европы. Хотя повышение статуса не принесло им больших финансовых благ, это привлекло внимание очень состоятельных людей. Королева Виктория из Англии искала жену для своего сына Альберта Эдварда, будущего короля. Она обратилась за помощью к своей дочери, которая была знакома с бедной, но недавно возвышенной датской принцессой Александрой. Александра встретила своего предполагаемого мужа в небольшом городке в Германии, и это стало началом непростых отношений. Если Александра мечтала о прекрасном принце, то Эдвард, также известный как Грязный Берди, вовсе не соответствовал этому образу. Королева Виктория в конце концов выбрала Александру как подходящую пару для своего сына, но она была далеко не первым выбором королевы, и Виктория никогда не давала ей об этом забыть. Судя по всему, после долгих поисков подходящих кандидаток британская королевская семья назвала Александру «единственной подходящей». Это по-британски означает «ну, пусть будет так». Бедная Александра, если бы она только знала, что ее ждет. Когда согласие на брак было получено, Эдвард VII сделал предложение Александре менее чем через год после их первой встречи. Наконец-то у Александры появились деньги, соответствующие ее королевскому титулу, но она не подозревала, какие испытания ее ждут впереди. У нее будет сказочная свадьба и кошмарный брак. Александру встретили с королевскими почестями, словно сцена из одной из ее сказок на ночь. Она прибыла в Англию на королевской яхте под звуки музыки, написанной специально к ее приезду. Не прилагая никаких усилий, Александра мгновенно стала сенсацией в своем новом доме. Принцесса не была готова к такому восторженному приему, ведь всего несколько лет назад она спала на чердаке и работала официанткой. Александра и ее новый жених, Эдвард VII, предпочли небольшую свадьбу, но это не сделало ее менее впечатляющей. Дни, когда Александра сама латала свои потрепанные платья, остались далеко позади. Она готовилась к своему первому моменту как икона моды. Александра позировала для широко распространенных фотографий в своем свадебном платье, украшенном жемчужным ожерельем и тремя бриллиантовыми браслетами. Если бы ее брак был столь же великолепен, как ее свадьба. Александра, несомненно, овладела мастерством создания сцен, но сшить свое свадебное платье ей бы точно не удалось. Шлейф ее шелково-атласного платья был настолько длинным, что восемь дам помогали нести его по проходу. Ей действительно требовалась вся возможная поддержка, ведь она выходила замуж за одного из самых больших проходимцев Европы. Александра была набожной христианкой всю свою жизнь и очень серьезно относилась к своим свадебным клятвам, особенно к клятве верности. Ее муж, с другой стороны, почти ежедневно пренебрегал этой клятвой. В рассказах о браке Александры и Эдварда VII мнения расходятся. Одни историки утверждают, что пара наслаждалась счастливым союзом, другие говорят, что их отношения были немного викторианскими, ведь королева Виктория практически была третьим человеком в их браке. Жизнь в Англии не обещала быть легкой для Александры. Новая свекровь не была ее поклонницей. Это неприятно для любой женщины, а уж тем более, когда твоя свекровь, королева Виктория, самая могущественная женщина в мире. Пока публика восхищалась Александрой, королева Виктория была меньше, чем недовольна, особенно ее датскими симпатиями. Может быть, если бы королева Виктория не была так занята беспокойством о верности Александры, она могла бы удержать своего сына в узде. Тогда было открытой тайной, что Эдвард поддерживал множество романов на протяжении всего своего брака. Ему приписывали до 55 разных любовниц, и Александра следила за каждой из них. Однако никто не сомневался в том, что королева Виктория не очень-то прониклась к своей невестке, и чувства были взаимными. Александра могла бы терпеть бесконечный ряд любовниц своего мужа, но его мать была слишком невыносима. Очевидно, что она не могла избавиться от королевы Англии, но придумала коварный план, чтобы отомстить за ее вмешательство. Итак, появилась проблема с Александриной хромотой. Свекровь, невестка и их сын или муж почему-то обладали таким странным сходством. Каждый из шести их детей родился преждевременно. Или это была простая случайность? Некоторые историки предполагают, что Александра намеренно вводила свою тещу в заблуждение относительно сроков своих беременностей, чтобы королева Виктория пропустила рождение своих внуков. Но ведь это уже стало очевидным после, скажем, пятой беременности. Конечно же, борьба между Александрой и королевой Викторией за контроль над браком не ограничилась этим. Королева даже пыталась вмешаться в выбор имени детей. Несмотря на высокий королевский рождаемость, Александра имела трудности с родами. Ее третья беременность чуть не стоила ей жизни, когда она перенесла тяжелую острую ревматическую лихорадку. Чтобы сделать еще хуже, ее муж казался особенно неинтересующимся ее быстро, ухудшающимся состоянием. Но Александра пережила бедность, и она переживет и лихорадку. Она выздоровела и родила здорового ребенка, хотя она и не избежала повреждения. Ревматическая лихорадка оставила однажды великолепную принцессу с ужасной хромотой. Александра была принцессой Британии, но при этом королевой моды, и ничто не могло остановить ее в создании трендов. Ее новая хромота стала известной как Александрийская хромота. Дамы высшего общества по всему Лондону много лет ходили, подражая ей, с притворной хромотой. Александрийская хромота была настолько популярной и модной, что даже производители обуви втянулись в этот тренд. Во всем Лондоне начали производить несовпадающие пары обуви, чтобы лучше позволить женщинам копировать подписную хромоту Александры. Александра также сделала модными носить ошейники и платья с высокими горловинами, но и здесь Александра начала тренд случайно. Она носила ошейники и платья с высокими горловинами, потому что хотела скрыть неприятный шрам на своем шее. Несмотря на различия между ними, между Александрой и королевой Викторией, возможно, существовало некоторое уважение. Королева сказала о неутомимых усилиях Александры, она открывает базары, посещает концерты. Она не только никогда не жалуется, она старается доказать, что наслаждается тем, что для другого было бы утомительным долгом. Это, должно быть, казалось ей высокой похвалой. Печально, но здоровье Александры ухудшалось с каждой ее беременностью, и ее удачи начали отворачиваться от нее. Она начала терять слух из-за наследственного заболевания и перестала так много общаться, проводя больше времени в одиночестве со своими детьми и домашними животными. Шестой ребенок, мальчик, прожил всего один день, и Александра осталась одна в своем горе. Ослабленная горем, она умоляла королеву Викторию о частной жизни, но снова два королевских дома горько поссорились. Королева Виктория настаивала на очень публичном проявлении дворового траура по умершему младенцу. Александра приняла на себя всю вину в публичном шоу, и это был самый тяжелый момент в ее жизни до сих пор. Но испытания еще не закончились. Как только казалось, что Александра начинает оправляться от потери своего младенца, ее постигло еще одно горе. Трагедия настигает. Она столкнулась с возможностью потерять своего любимого сына, находившегося в расцвете сил. Александра устроила помолвку своего старшего сына, принца Альберта Виктора, с принцессой Мэри из Теда. Молодая пара собиралась пожениться, когда Альберт Виктор внезапно заболел гриппом за несколько дней до своего 28-летия. Крепкий молодой принц поддался болезни. Александра никогда не оправилась от этой потери. Она сказала о смерти сына, я похоронила моего ангела, и вместе с ним мое счастье. В 1901 году она потеряла свою давнюю подругу, королеву Викторию. Хотя Александра, вероятно, почувствовала некоторое облегчение, она осталась лишена миротворчества своей теще, это также вернуло ее в центр внимания, где она не хотела быть. После ухода теще, ее муж взошел на трон, и Александра стала королевой супругой. Однажды никто из Дании, теперь был замужем за королем Англии. Даже после становления королевой супругой, Александра сохраняла свою скромность. Она больше не шила свои собственные платья, но продолжала экономить. Она повторно использовала старые чулки и превращала старые платья в чехлы для мебели. Александра посещала своего брата в Греции, когда ее муж Эдвард заболел, она поспешила к его кровати. В тот самый день, когда она вернулась, он ушел из жизни. Она написала «Чувствую себя как камень, не способный плакать, не способный понять смысл всего этого». На протяжении многих лет у Александры были удивительно вежливые отношения с многими любовницами ее мужа, но когда Эдвард VII был на скорбном адре, одна из них перешла границу. Долговременная любовница Эдварда, Алекс Кеппл узнала, что он болен, и поспешила к его постели. Совершенно не сдерживая себя, она устроила такую сцену, что даже бесконечно терпеливой Александре хватило. Королева супруга пробормотала, уберите эту женщину. Хотя Эдвард был неукротимым бабником и проходимцем, Александра все равно глубоко заботилась о своем муже и хотела попрощаться с ним в мире. Александра была связана по крови или браку со многими королевскими семьями Европы, но одним из членов семьи, которого она презирала, был ее племянник, германский император Вильгельм II. Скоро он станет ее смертным врагом. Во время Первой мировой войны никто не был в безопасности от войны, даже королева, как Александра. Если она думала, что статус тети германского императора заставит его смотреть на нее с милосердием, она глубоко ошибалась. Немецкие вооруженные силы осуществили воздушный налет на дом с Андрингем, когда она была внутри. К счастью, Александра выжила в этом нападении. В последние годы здоровье и психическое состояние Александры значительно ухудшились. Она пережила бедность, славу и суровые испытания, но, к сожалению, ее время настало. Александра скончалась от сердечного приступа за меньше чем месяц до своего 81-летия. Похоронили ее рядом с мужем, предположительно, в иконическом платье и с неподходящей обувью. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, дальше будет еще увлекательнее. Субтитры сделал DimaTorzok